здравствуйте дорогие друзья еще раз я вообще так как вы знаете хотел сразу же после демонстрации своей добычи начать композицию серб и яйца но посмотрев на быстро распускающиеся мои цветочки магнолии я понял что рисковать не стоит надо сначала это сделать тем более что солнце вышло она ну может быть час будет у меня и этим воспользоваться поэтому давайте начнем с этого хорошо а уже там яйца там серпы сделай может быть завтра договорились вперед вы видите магнолию вы видите здесь отражатель и здесь большой большой штативчик велосстативчик то есть выглядит это вот так если это будет видно нифига не видно вот я хочу магнолию на фоне голубого неба снять и для этого мне пришлось вот так приспосабливаться потому что такие условия у меня редки надо снимать быстро мне очень сильно мешает забор который напротив поэтому приходится как-то так выкручиваться странновато но ничего все равно как-то фотографирую лишь бы не брякнуться так ну а теперь будем ждать того часа когда она будет расцветать эта веточка и будем ее ежедневно ежечасно фотографировать так солнце уходит сейчас я попробую одной рукой фотографировать другой держать другой держать отражатель в нужном направлении и балансировать на лестнице вот так вот это будет конечно шикарный снимок однозначно вот так ну я думаю что достаточно теперь будем ждать когда начнет расцветать распушиться эта штука так проверим что у нас тут так начался процесс распускания вот этот уже начал хорошо мы ждем еще вы помните эту схему да я поставил сюда сейчас магнолию но жду когда расцветут но тем временем решил я испробовать одну вещь смотрите у меня есть вот такое стекло то есть оно довольно таки интересное кусочек стоил мне порядка по моему 60 евро я тогда много снимал всяких разных финтифлюшек под именем биться да и меня заинтересовало это что она на просвет она может меняться от зеленого к синему от желтого к красному очень довольно-таки редкая штука и сейчас я хочу попробовать в том плане что я ей перегоражу саму вспышку и нажму кнопочку посмотрим что получится давайте что вам было видно что я делаю то есть я возьму видите как он разными цветами ходит радуги да я сейчас поставлю его прямо напротив вспышки и нажму нажму кнопочку и вот пожалуйста смотрите что получилось без всяких ухищрений фотошопе чтобы вам поближе это посмотреть давайте я сейчас сниму без вот так мы получили беленькая совершенно тоже своего рода хорошо но посмотрите как меняется рисунок как только мы сейчас загородим вот этим фильтром видите теперь я еще могу попробовать по-другому поставить надо потренироваться разные резать мне его не хочется вот этот самый луч как только магнолия расцветет я сейчас я поставлю на подоконник и я думаю часа два мы продолжим тут у меня целый рассадник уже и вот там наверху наверху наверно быстрее расцветят ну посмотрим то есть снимем и там и там и еще у меня одна идейка есть так солнце ушло за дом поэтому навряд ли мы здесь даже используя уже что-то красивое такое весеннее снимем ну ладно пусть расцветает просто-напросто ну вот я теперь дождался немножко они раскрылись эти лепесточки и сейчас я сделаю еще несколько снимков то есть дорогие друзья это целое поле тут для экспериментов с такой штукой но я вам скажу так что в принципе если мне этой штуки не было я бы пошел в канцелярский магазин взял бы обложки для детради они бывают розоваты синеваты зеленеваты и поигрался бы с ними если бы не у меня бы этого не хватило я бы просто фотошопе поработал и сделал почти тот же самый эффект поищите nikon коллекцион там такие эффекты есть можно накладывать ну а я с вами буду прощаться потому что я хочу еще поработать и может быть дождаться более пышного цветения и еще раз сфотографировать но так как я уже все показал поэтому видео на этом будет закончено всего вам доброго друзья пока